Привет всем, кто меня смотрит! С вами Виктория. И мы продолжаем рассуждение о растительных маслах. Это вторая часть видео. Как же все-таки действует и проникает в кожу массы? Липиды не просто формируют эпидермальный барьер, но и принимают непосредственное участие в метаболизме биологически активных молекул. Кроме того, липиды несут важную вспомогательную функцию, улучшая проницаемость рогового слоя. Они не разрушают его, а встраиваются в липидные пласты и тем самым прокладывают путь к питательным веществам. Нанесение масел является профилактикой образования морщин, способствует образованию естественного барьера, предохраняющего весь организм от агрессивного воздействия окружающей среды. Жир также растворяет лишний холестерин, который накапливается в нашей с вами коже. Для того, чтобы растительный жир мог проявить биологическую активность, он должен быть усвоен коже. А так, как состав растительных масел максимально близок к составу кожного жира человека, их компоненты прекрасно воспринимаются нашей коже. Подведя итог всего сказанного, хочу заметить, что я не являюсь противником кремового. И сама до недавнего времени активно ими пользовалась. Но сейчас могу с уверенностью дать ответ на вопросы. Крем или масло? Можно использовать растительные масла вместо кремов или нет? Я отвечаю твердое «да». И по моему убеждению, не просто можно, а желательно это делать. Если вы смотрите это видео, то наверняка, как минимум, задумывались об использовании растительных масел в своем уходе. Так чего вы боитесь? Почему не попробовать то, что предоставляет нам сама природа? Крема не обязательно все сразу выбросить. Если что-то не понравится или не хватит терпения, вы в любой момент сможете к ним вернуться. Почему я упомянула слово «терпение»? А потому что от масел вы не увидите мгновенный результат, если у вас есть какие-то проблемы с кожей. Например, появилось шелушение от мороза, помазались кремом и все прошло. Нет, от масел вы сможете увидеть результат только после некоторого периода применения. Но будет он не столь поверхностным, как от кремов. Ваша кожа будет сиять красотой и здоровьем изнутри, постепенно и стабильно улучшаясь внешне. Конечно же масла не будут сушить и стончать вашу любимую кожу. Здесь есть всего лишь два основных момента, которые всегда надо учитывать. Первый – это придерживаться правил правильного способа нанесения масел. И второй – подбирать масла в зависимости от вашего типа кожи. Что касается правил нанесения, то как и крем масла нужно наносить после очищения и тонизирования лица. Но в самом способе нанесения есть два золотых правила. Первое – количество масла должно быть минимальным. Достаточно всего 2-3 капельки. А во-вторых – кожа должна быть влажной. Либо наносите масло после водных процедур, не вытирая на сухо кожу. Либо увлажните дополнительно водой. Лучше всего использовать качественную, очищенную, можно дистиллированную воду. После этого нанесите масло на верхние фаланги пальчиков. Раз в третий – масло должно быть теплое. И равномерно, легкими похлопывающими движениями нанесите масло на лицо, не забывая о массажных линиях. Этот нехитрый способ с водой помогает создать так называемую гидролипидную эмульсию. В результате чего вода не будет испаряться на поверхности кожи, так как масло будет прокладывать ей путь, подлежащие слоя эпидермиса, разжижая липидную простойку, встраиваясь между клетками рогового эпидермиса. Таким образом, мы и увлажним кожу, и подпитаем ее витаминками и мегаполезными компонентами растительного масла. Через 10-15 минут после нанесения лицо желательно промокнуть обычной салфеткой, чтобы убрать излишки жира, что не впитались. Тем более, если вы новичок в этой сфере, и еще не подобрали для себя оптимальное масло и его количество. Не согласна я с мнением, что масла нужно использовать курсами. Ведь наши сальные железы работают постоянно, а не с некой периодичностью. Точно так же и масла можно использовать постоянно. Моя тетя уже 7 лет пользуется маслами в уходе за лицом ежедневно, регулярно, 2 раза в день. Крема в ее арсенале отсутствует вообще. И кожа благодарит ее своим прекрасным молодым видом. Лариса, привет! Конечно, если вы почувствуете некий дискомфорт от использования масел, то верным решением будет сделать перерыв. В этом случае можно попробовать курсовый подход. 2 недели используете масло, 2 недели крем. А возможно, просто надо попробовать другое масло. И напоследок еще маленький советик тем, кто только начинает использовать растительные масла в своем уходе. Не пугайтесь, если поначалу у вас появятся какие-то прыщики. Просто масла имеют свойство вытягивать грязь и спор, которая там накопилась. Это обязательно пройдет. Не ждите 7 минутного эффекта и ничего не бойтесь. Прислушайтесь к своему организму и в конце концов спросите самый большой его орган, да, это кожа, что ему надо. И все будет окей. Любите себя и свою кожу. Надеюсь, что у меня хоть чуть-чуть получилось помочь разобраться в действии масел на кожу. Может кого-то увидела, может кого-то наоборот. Дайте знать, пожалуйста, в комментариях или лайкнуть. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Задавайте вопросы, делитесь своим опытом. Спасибо большое всем за внимание. До скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok